В Мангистауской области снят режим веерных отключений электроэнергии, завершили ремонт только первого энергоблока. Последствия аварии уже дают о себе знать. Темпы роста экономики резко замедлились. Эксперты считают, это не предел. Коллапс на МАЭК отразится и на сентябрьских показателях. Всего этого, как отметили энергетики, можно было избежать при правильной организации работы. Тему продолжит наш корреспондент Фариза Полопек. Авария на Мангистауском атомном энергетическом комбинате, произошедшая в начале июля, вышла за рамки региона и приобрела республиканский масштаб. Блэкаут в Мангистауской области прежде всего ударил по экономике страны. В первую очередь из-за остановки от Раутского нефтеперерабатывающего завода. При правильной организации работы этого можно было избежать, уверены энергетики. По набору собственной генерации и по связям между областями и Актау, и Уральск, и Актубе самодостаточны. Если все в работе, нормальная диспетчеризация и защита. Но вот случилось. На МАЭК выпал блок. Отключился НПЗ Ватырау. Хотя между ними много сотен километров. К тому же между ними расположены еще кульсары со своей собственной газовой электростанцией. И при этом остановилась еще и нефтедобыча. Тоже за пару сотен километров. И это при собственной генерации. С энергетической точки зрения такое аварийное происшествие – это какой-то абсурд, вопиющий дефект организации управления. На ремонт МАЭК по запросу Акимата из резерва правительства выделили почти 5 миллиардов тенге. При этом эксперты отмечают – государство не самый лучший менеджер. Проблемный объект, находящийся на балансе Акимата, необходимо передать в другие руки. У Казмунайгаза достаточно человеческого капитала. У них есть финансы. Вместе с тем, есть репутация среди международных финансовых институтов. То есть Казмунайгазу не составит сложности взять кредит у других банков. К примеру, на ту же модернизацию МАЭК. И, наконец, кто потерял деньги после аварии? Крупнейшие дочерние компании – Казмунайгаза. И в этом случае интерес Казмунайгаза к МАЭК вполне объясним. Для них очень важна бесперебойная работа объекта. Между тем, власти сейчас озадачены другим вопросом. Где найти средства на модернизацию МАЭК? Ведь у Акимата таких денег нет. По МАЭКу тут вопрос, наверное, не в том, кто будет владеть данной станцией. В настоящий момент, как вы знаете, станция управляет Акимат области. И достаточно хороший набор профессионалов они собрали, которые обеспечивают текущую эксплуатацию, ремонты. Тут вопрос финансирования программ, которые требуются для восстановления данной станции. Очень высокий уровень износа. Авария на МАЭК, из-за чего остановился от Рауски НПЗ и снизилась добыча нефти, сказалось на показателях Юля. Предварительный ущерб, включая недополученные налоги, по подсчетам экспертов, превысили миллиард долларов. И это еще не предел, прогнозируют аналитики. У нас наблюдается целый комплекс факторов. То есть, ну, одна из существенных причин, это именно было снижение подачи электроэнергии на добывающей мощности в западном Казахстане. А этот же фактор, он приведет к тому, что и в августе, как вы знаете, текущие проблемы, есть перебои. И это также скажется и на показателях августа месяца. То есть, эти данные мы увидим уже в сентябре. Почему перебои в электроэнергии повлекли отключение целого нефтеперерабатывающего завода? Этот вопрос пока остается открытым. Причины нестабильной работы МАЭК, которая привела к снижению добычи нефти и потере финансовых поступлений в бюджет, выясняет специальная комиссия.